Ошибка выжившего представляет собой как бы обратную разновидность ошибки наблюдателя. В этом случае сам факт наблюдения оказывает влияние на то, будет ли наблюдатель способен впоследствии засвидетельствовать о нем. То есть не природа наблюдателя определяет, какое событие он увидит, а природа события определяет, сможет ли о нем кто-либо сообщить. Согласитесь, ведь не всякое событие оставляет нам шанс пообщаться с его свидетелями. Так, время от времени в прессе появляются сообщения о доброте дельфинов, которые пришли на помощь утопающему. Спасенный с восторгом рассказывает, как эти милые животные дружно толкали его к поверхности воды и в направлении берега, пока эта забава не привлекла внимания катера береговой охраны. И ни разу не попадали в прессу свидетельства о дельфинах, атаковавших беднягу, ибо об этом же рассказать он не сможет. На деле же исход такого контакта зависит лишь от того, оказался несчастный в зоне действия дельфинов, натренированных на обнаружение подводных пловцов, или же на их уничтожение. Сам факт использования боевых дельфинов различными государствами для охраны морских рубежей давно уже перестал быть тайной. Во время Второй мировой войны командование коалиционных ВВС уделяло особое внимание изучению характера осколочных пробоин у самолетов, вернувшихся с заданиями, с целью броневого усиления наиболее уязвимых зон. Так продолжалось, пока венгерский математик Абрахам Вальд не указал, что наиболее критичной является уязвимость именно тех зон, которые у вернувшихся машин оказались неповреждены. Аппараты, получившие попадание туда, были сбиты и недоступны для обследования. Яркой разновидностью ошибки выжившего являются многочисленные книги и семинары, в которых кто-либо рассказывает, как достиг успеха в бизнесе, в браке, в политике, в жизни, в благодевестии, в руководстве церковью. Подобные издания и мероприятия пользуются неимоверной популярностью, несмотря на то, что в большинстве своем свидетельствуют лишь об удачном стечении обстоятельств. Куда полезнее было бы знать, как избежать ошибок, губительных для успеха. Но те, кто совершил их, книг, как правило, не пишут и семинаров не проводят. А зря. Ведь правильные решения – это результат опыта, а опыт – результат неправильных решений. На чужих же ошибках учиться куда безопаснее. Как сказал поэт, наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok